Дальше у нас по видеосвязи будет один из авторов Алексея Василюк, это украинский эколог, который написал большую статью о прямых последствиях военных действий на экосистемы в Украине. Тогда я попытаюсь не задерживать, тем более, что у нас, к сожалению, сейчас каждые 4 часа включают свет на 4 или 6 часов, поэтому все, что все люди, которые работают с компьютерами или вообще с мобильной связью, в общем, вся интеллектуальная часть общества сейчас, к сожалению, сильно оснастает. Так вот, с 2014 по 2019 год я работал в организации экологии и права людей, и мы изучали последствия войны на востоке Украины, и она была совсем другая. На освобожденные территории можно было просто приехать и что-то там изучать, там ничего не было заминировано, и все было не так, как сейчас. А сейчас самая большая сложность для каждого, кто пытается свой интеллектуальный ресурс привлечь к изучению последствий войны, самая главная проблема – мы не можем попасть никуда. Мы не можем, конечно же, попасть на оккупированные территории, и это очевидно. Мы не можем попасть на территории, где ведутся активные боевые действия, и мы не можем попасть на освобожденные территории тоже, потому что они заминированы. Конечно, в первую очередь разминируют населенные пункты, но если мы хотим изучать экологические последствия, нам нужно не в населенные пункты, а на природные территории, а вот туда попасть нельзя. Если многие наши чиновники, экологическая инспекция или какие-то разные люди, в первую очередь чиновники, пытаются давать какие-то количественные оценки, какие-то суммы убытков, миллионы, миллиарды, триллионы, в принципе, информация о каких-то возможных суммах убытков колеблется от миллионов до триллионов. И, естественно, когда речь идет о двух-трех порядках разницы в цифрах, это, естественно, мы считаем с коллегами, что это все несерьезно, тем более, что нет ни методик каких-то, ни главной возможности что-либо оценить. И поэтому мне кажется, что самое главное сейчас понять, что изменилось, что война, вот то, что я писал в статье, там нет каких-то цифр. Ну, единственное, что можно посчитать, это посчитать, сколько леса сгорело. Вот, но если посмотреть на карту, допустим, России, то вот эти вот ужасные цифры, которые для нас, вот учитывая, сколько леса есть в Украине, да, то, что сгорело, это много. Особенно если знать, что там, где сгорел лес в Украине, это почти все национальные партии и заповедники. Вот этот нюанс, он очень сильно, ну, украшает любую статью, где можно использовать цифры. Да, у нас сгорело, допустим, около 35 тысяч гектаров леса, из них, кстати, по последним данным, возможно, даже около 24 тысяч, это заповедные территории. Это по нашим меркам очень много. Но по меркам России, это вообще можно не обращать на это внимания. Вот, и поэтому, ну, к сожалению, кроме этой цифры, мы не можем пользоваться никакими цифрами. Вот, и поэтому для меня самое важное понять, что изменилось в окружающей среде. Мы не сможем эти цифры получить и потом, вот представьте, ну, допустим, загрязнение, вот взрываются боеприпасы. Это самое, по моему мнению, самое масштабное, самое распространенное последствия войны, это взрывы боеприпасов. Даже вот Франция, единственная страна мира, которая действительно очень честно к этому отнеслась, еще в 1918 году, то есть 104 года назад, после Первой мировой в районе Вердена, Франция вывела 1200 квадратных километров из любого пользования. Это называется красная зона. Вы можете найти сами, мы сейчас с вами в интернете, вы сами можете найти красная зона Франции, вот, или лучше это написать на английском. И найдется статья на Википедии, и несколько каких-то обзорных статей, 1200 квадратных километров Франции до сих пор за 104 года даже туда не позволяют запускать скот на выпас, и люди тоже там эту территорию не посещают. Вот, это вот единственная страна, которая очень честно отнеслась к тому, что взрывы боеприпасов загрязняют почвы и воды. Они также загрязняют атмосферу, потому что боеприпас любой взрывается, и вся его, кроме металлической оболочки, и все остальное, это как бы набор реагентов, которые реагируют, и просто когда, ну, грубо говоря, порошок превращается в газ, благодаря этому боеприпас взрывается. И то же самое происходит даже с обычной пулей там в автоматике, в пистолете. Вот, но это никто не учитывает. Это настолько тотально распространенное явление, что даже вот в населенных пунктах, где нет боевых действий, туда прилетают снаряды, прилетают ракеты. Вот сейчас вот последние недели у нас, к сожалению, почему у нас отключает свет? Потому что прилетят десятки ракет, и хотя бы одна долетит до электростанции, или до подстанции, которая распределяет электроэнергию по населенным пунктам. Вот в понедельник из пятидесяти ракет шесть долетели. Шесть из пятидесяти. Этого хватило, чтобы у нас большую часть суток не было света в неспертих областях. Вот, но даже там, где нет реальных боевых действий, происходят взрывы боеприпасов. Так вот, я к чему, что мы не можем отобрать пробы большинства этих взрывов, это нереально, сотни тысяч взрывов. И они, это взрывы разных боеприпасов, они по-разному загрязняют окружающую среду. Что-то попадает в почву, в какую-то часть веществ. Что-то попадает в воду, зависимо от того, куда попал боеприпас. Пройдут дожди, оно попадет в грунтовые воды. По-разному, потому что везде разные почвы. Разные склоны, не склоны. Это может быть в населенных пунктах, это может быть на полях, в лесах, в болотах. И в конце концов, часть попадает в атмосферу, и ветер разносит. Где-то оно выпадет кислотными дождями. Отследить это реально невозможно. И рассчитывать на то, что мы сделаем это потом, когда его уже разнес ветер, унесла вода, и оно промылось дождями в почву. Это тоже глупо. Мы эти пробы и какие-то цифры реальные, мы их не получим завтра, тем более. Но мы должны будем отталкиваться от обратного. Если мы хотим вернуть в использование какую-то территорию, которая была повреждена, к сожалению, их очень много. Это около одной из шестой части Украины. Это вообще невероятно. Тем более, что это площади наиболее заселенных, густонаселенных промышленных регионов. Это Донбасс, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Рубежный. Это огромные по украинским меркам населенные пункты. Это одна четверть всего населения Украины. И вот они разрушены, люди оттуда уехали, и вообще половина всего населения Украины куда-то переместилась. Я сам восемь месяцев жил не дома. Сейчас я вернулся, и, к счастью, в отличие от многих других людей, мне есть куда вернуться. Но если мы хотим возвращать в использование территории, которые пережили боевые действия, то нужно оценивать, отталкиваясь от участка. Вот хотим мы это, допустим, поле или этот лес вернуть в нормальное хозяйственное использование. Отлично. Мы должны проверить, насколько он загрязнен. Может быть, он не критически загрязнен, но это нужно будет изучать. Мы не сможем оценить загрязнение вообще всей площади вот этой одной шестой части Украины. Это невероятно много. Это, ну, это больше, ну, это, допустим, как Эстония, Латвия, Литва или Эстония вместе взяты. Это невозможно. Такую площадь, полностью каждый ее клочок изучить в плане загрязнения. Но, тем не менее, мы сейчас уже можем понять, какие рекомендации на будущее давать. Мы можем посмотреть, что действительно от России и Беларуси сейчас разные страны, а не только Украина, пытаются ограничить, оградить себя приграничными заборами. Честно говоря, ну, в случае с Украиной я не вижу в этом смысла, потому что в нашу страну из России и Беларуси летят ракеты и снаряды из минометов. Поэтому никакие заборы на это не повлияют. Для миграции, населения и возможных диверсионных групп в другие страны, да, это, наверное, будет иметь смысл и с странами Балтии, и с Польшей, и с Финляндией, да, но в случае с Украиной, скорее всего, эти заборы не будут иметь смысла. Они на ход войны никак не повлияют. Если танки смогут проехать, разрушить забор такой, ракеты смогут пролететь. Поэтому есть смысл оценивать влияние на окружающую среду таких, ну, различных видов приграничных укреплений. Вот в Украине сейчас планируется очень серьезная перестройка 2-х километровой приграничной полосы, но это можно делать, идя путем обводнения болот, то есть там это север Украины из Белоруссии, из России граничит по самым заболоченным частям нашей страны. Поэтому если можно идти разными путями, или наоборот осушать, что-то там строить, тем самым позволив проезжать технике, если будет повторное вторжение с севера Украины, либо наоборот вернуть природе раньше осушенные в прошлом территории, возобновить там заболоченный режим, и никто просто физически не поедет на танках через болота. И решение может быть, опять же, мы не можем сейчас оценить ни шансы возможного повторного вторжения, ни насколько эффективно был каждый, ну, насколько природные территории повлияли в каждом конкретном случае, но мы точно знаем, что если будет больше заболоченных территорий, будет меньше шансов повторного вторжения. Ну, и, наконец, мы можем оценить, что произошло определенное влияние, допустим, на заповедные территории. Большинство, кстати, наших самых ценных заповедников и национальных парков пострадало. Они всегда были по периферии Украины размещены. В центре развивалась промышленность и сельское хозяйство, а самые ценные природные участки всегда оказывались где-то на периферии. Даже наш самый известный, самый ценный заповедник Аскания-Нова, которому уже более 120 лет, он тоже на оккупированной территории и тоже на периферии Украины на юге. И мы понимаем, что часть этих территорий действительно, особенно на севере Украины, пострадала, потому что там есть леса и они горят. На востоке Украины есть национальный природный парк Святые Горы, в котором 11 тысяч гектаров леса сгорело. Это часть этих лесов охранялась последние 92 года. А теперь они просто сгорели, их просто больше нет. И мы понимаем, что, допустим, даже если война закончится завтра, сегодня мы с вами говорим, а завтра внезапно новость, война закончилась, вообще произошло чудо. Даже если бы произошло так, часть территорий уже утрачена. И та ценность, которую они имели, так же, как и ценность, допустим, сельскохозяйственных территорий для сельского хозяйства. То есть и природа с точки зрения охраны природы, и сельскохозяйственные территории с точки зрения сельского хозяйства, они частично утрачены. Их просто уже нет. Такими, какими мы их привыкли ценить. Поэтому нам нужно, я об этом тоже в конце писал, что нам нужно как-то думать, на самом деле сейчас не пытаться посчитать точно убытки. Мы их не посчитаем точно никогда. Не нужно иметь иллюзию, что мы точно посчитаем количество убытков. Это невероятные будут цифры. Россия никогда не заплатит тех цифр, ту сумму, на которую окажутся эти убытки. Это смешно. Но никто не заплатит сколько-то тысяч триллионов. Это невозможно. Если мы это посчитаем достоверно, это будет цифра, которую никто никогда не заплатит. Я так думаю. Это мое личное мнение. Со мной не все согласны. Но мы можем сейчас потратить время, в том числе не только время людей, которые пытаются это исследовать в Украине, а и людей, которые пережили это во время Балканского войн. Босния до сих пор не разминирована до конца. Они тоже выделяют участки, которые они не используют. Если мы сможем объединить усилия экспертов и понять, к чему нам готовится завтра, завтра в тот день, когда мы будем знать, война окончена, и теперь нужно что-то делать дальше. Для нас это не должно быть неожиданностью, каким-то шоком. А, мы не знаем, что делать дальше. Мы не думали о том, что делать, когда война закончится. А нужно об этом думать, чтобы мы не растерялись и предложили максимально правильные решения, что делать с загоревшими лесами, что делать с разрушенными очистными сооружениями, из которых просто попадает в окружающую среду то, что не прошло до полной цикла очистки. Что сделать с складами отходов на предприятиях химических, которые не подлежат переработке. Они тоже разрушены. Полностью в одном городе Северодонецке разрушено 36 химических заводов. На каждом из них были склады отходов, которые не подлежат переработке. Мы должны сейчас понимать, что мы предложим делать с ними завтра, как только наша страна получит шанс что-то там делать. Что делать с полями, которые загрязнены? Или их засевать сразу же, или чуть подумать головой и попытаться поднять, можно ли это вообще физически допускать, использование загрязненных земель. Может быть, я не прав, может быть, они не настолько загрязнены, но никто этого не проверял. Франция почему-то 104 года свои места боевых действий не использует, не возвращает в сельское хозяйство. Поэтому, скорее всего, нам тоже стоит быть готовыми к тому, чтобы завтра проводить эти исследования. И если разные страны, я на самом деле сейчас уже буду заканчивать, я уже смотрю, что я чуть перебрал, разные страны, партнеры из множества стран по-разному помогают Украине. Это речь не только о военной помощи, не только о теплой одежде, поселении переселенцев из Украины. Есть очень разные варианты помощи. Но пока мы не слышали ни одной помощи, допустим, в отборе проб, в анализе загрязнения, в экспертной оценке того, насколько допустимо использование каких-то территорий после боевых действий. По крайней мере, ни одна международная природоохранная организация, ни одна экологическая организация, ни одна конвенция или секретарь любого международного соглашения в сфере охраны окружающей среды до этого момента не предложил Украине помощь в оценке влияния на природные и сельскохозяйственные территории. Поэтому это наш некий шанс. То есть этого просто еще не произошло. Но это может произойти. Поэтому я благодарен на самом деле вашему изданию. это действительно классно, что появился такой спецвыпуск журнала, в котором можно посмотреть разные стороны этой проблемы, этой ситуации. Я очень надеюсь, что особенно на англоязычного читателя из других стран, которые могут реально помочь таким образом. потому это должны быть не эксперты общественных организаций. Мы понимаем, что это нужно, но у нас ресурсов никакого для этого нет. Но если бы к всей помощи, которую действительно сейчас получает Украина, это реально бесценно. Скорее всего, без этой помощи, в том числе без помощи стран, которые гораздо меньше, чем мы по площади, это вообще трогательно. Это бесценная помощь. Но очень было бы классно, чтобы к этой помощи присоединились и организации экологической сферы, потому что только они имеют какой-то ресурс оценки влияния. Тем более, что страны вулканские, они реально это пережили. Они пережили, после этого стали Европейским Союзом, и в общем-то все у них неплохо. Поэтому я все-таки еще раз вас благодарю. Я с удовольствием отвечу на вопросы. Я пытался импровизировать, не повторяя то, что написано в статье. Надеюсь, более или менее получилось. Спасибо большое, Алексей. Действительно, не все цифры, которые вы упомянули, примеры, есть в статье, но там есть другие примеры и цифры. Сейчас у нас есть время, чтобы задать вопрос Алексею, потом он отключится, и мы сможем полностью сфокусироваться на атомной теме. Алексей, в YouTube вас спрашивают, есть ли какие-то программы по восстановлению Украины, которые сейчас разрабатываются на правительственном уровне, или пока это все делается на уровне активистов, таких как вы? есть ли программы по восстановлению? На самом деле, сейчас это стает такой некой, скажем, модной темой, потому что восстановление, оно, скорее всего, будет требовать каких-то инвестиций. То есть, это модная тема среди, скорее всего, наверное, уже и среди бизнеса, среди представителей власти, но далеко не среди всех представителей общественного третьего сектора. Почему? Конечно, шанс найти новые инвестиции, во время конференции в Лугану Украина презентовала, значит, мы его так называем Луганский план. Он не связан с городом Луганском в Украине, но связан с Луганом, в котором ходило вот это вот не к его разработке, не было привлечено экспертная природоохранная организация, кто критикует действия власти в Украине, потому что, наверное, не совсем то время, но и во-вторых, ну, в общем-то, лично мне очень нравится, как наша нынешняя власть смогла справиться с такой вот непростой ситуацией. Это реально суперфорс-мажорная ситуация в истории Украины, то, что сейчас происходит. Поэтому, как бы, особо, ну, мало что можно критиковать по самом деле. Но только не план восстановления, потому что, как только мы, ну, если у нас прекрасно справляются своими задачами Министерство обороны, Министерство инфраструктуры, другие органы, но Министерство экологии запрезентовало план восстановления, который состоит из упрощения процедуры получения разрешений на добычу полезных ископаемых, увеличение новой энергоблоки атомных электростанций, увеличение количества рубок лесов. Это вообще не план восстановления, это план увеличения использования природных ресурсов. Мы назвали это луганским позором, этот план. Несколько общественных организаций, в том числе наша, на эту тему распространялись свои пресс-релизы и статьи. Я сейчас тоже повторяю то, что там сказано. Это совсем не план. То есть, если, допустим, Министерство сельского хозяйства должно сказать в своем плане, как восстановить сельское хозяйство после повреждений. Министерство инфраструктуры должно сказать, как восстановить инфраструктуру после повреждений. Министерство экологии должно сказать, как восстановить окружающую среду, а не как ее все выкопать и застроить новыми электростанциями, в том числе атомами. Поэтому это был абсурд. Я очень надеюсь, что этот план в том виде не будет никогда реализован. Но какой-то другой будет реализован. Скорее всего, действительно, будет какое-то переосмысление. И поскольку речь идет о том, чтобы как бы привлечь какие-то инвестиции из других стран, потому что все-таки своих ресурсов сейчас будет недостаточно, то я думаю, что этот план просто не сработает, потому что он не будет приемлем для инвестиций из Европейского Союза. Он просто на такие предложения никто, я надеюсь, не даст денег в Европейском Союзе. Я вот прямо говорю, это мое личное мнение. Но восстановление будет необходимо, потому что одна пятая Украины вот просто уничтожена. И поэтому я считаю, что вот некоторые организации, кстати, мы тоже пытаемся сейчас для некоторых общин Черниговской области, это север Украины, разрабатывать какие-то планы восстановления природных экосистем, которые помогут и увеличить обороноспособность. Ну, допустим, будет больше болот, будет лучше климатическая ситуация в регионе, будет больше болот, никто не поедет танками через эти болота в приграничных районах. Будет восстановлена водность рек, будет тоже там ниже по течению орошения и вообще как бы с водой у нас не так все хорошо, к сожалению. У нас действительно мы одна из самых вододефицитных стран Европы и как бы лучше неплохо будет восстановить болота там, где их можно восстановить, чтобы увеличить общую водность в стране. Поэтому сейчас я считаю, что то, что презентовало наше министерство, ну, допустим, произойдет ротация министра и никто не будет уже обращать внимание на этот план. Вот я где-то так представляю, что это была неудачная попытка, но в любом случае, да, действительно, нам сейчас нужно, кстати, тоже, наверное, помощь экспертов, которые восстанавливали другие страны после военных действий, чтобы понять, не как больше выкопать полезных ископаемых, а что нам реально вообще нужно делать для того, чтобы восстановление не принесло еще больший ущерб. Потому что, вот представьте, 6 миллионов людей в Украине вообще потеряли свое жилье, оно разрушено. 6 миллионов людей. Сколько нужно песка, щебня, цемента и древесины для того, чтобы построить жилье для 6 миллионов людей? Такого запроса на строительные материалы, которые вообще-то являются природой, это все природа, до момента, как станет строительными материалами, такого запроса на строительные материалы не было никогда в истории Украины. Вот, а на момент произошло сейчас, за несколько месяцев. Вот, очень было бы классно, чтобы вот эти планы, которые все-таки станут действительно будут реализоваться, чтобы они прежде всего учитывали, как вообще получить можно без вреда, с минимальным вредом. Да. Да, скорее всего отключился свет.